В Москве митрополит Саранский и Мордовский Зиновий совершил праздничную литургию в недавно построенном храме в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Сюжет Галины Ледвиной. Праздничная литургия прошла в честь Дня Защитника Отечества в недавно построенном храме на пересечении Малахитовой улицы и улицы Бажова. В храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, возведенном в рамках программы строительства православных церквей в Москве, совершил литургию митрополит Саранский и Мордовский Зиновий в сослужении архиепископа Егорьевского Матфея, духовенства Московской и Саранской епархий. На богослужении присутствовало много почетных гостей, главными среди которых стали защитники Родины, ветераны и служащие офицеры. В их числе начальник управления по борьбе с международным терроризмом Юрий Сапунов. По окончании службы в храме была совершена лития. Когда Господь Бог учнит души, и нежен праведник упокаяются. Поминали всех вождей и воинов, жизнь свою положивших за Отечество. Настоятель храма сердечно поблагодарил митрополита Зиновия и архиепископа Мефодия за совершенные богослужения. В проповеди Владыка Зиновий подчеркнул. Наша традиция, духовная вера, вера православная, которая воспитала наш народ во благочестие, в духовной культуре, является и поныне тем основанием духовной силы и силы нашей государственности. Потому что объединенные духом люди сплочаются в народ, народ, которому по силам решение любых исторических задач. Владыка отметил работу на приходе молодежного актива храма. Сердечно поблагодарил святейшего патриарха Кирилла за заботу о людях. По благословению предстоятеля Русской Церкви в Москве строятся храмы, одним из которых стал храм Кирилла и Мефодия в Ростокине. Ныне это подворье Мордовской митрополии. Строился он в том числе и силами мордовского землячества Москвы, которое насчитывает порядка 20 тысяч человек. Благодарю также известнейшего и любимого нашего строителя Владимира Осиповича Ресина, который полагает все силы своей жизни, чтобы это благословение осуществлялось. Благодарю всех жертвователей, благоукрасителей, всех тех, кто положил интересы нашего духовного созидания жизни нашего Отечества выше своих личных интересов. В преддверии Дня Защитника Отечества на приходе поздравили ветеранов и военнослужащих, возложили цветы к памятнику, установленному в память о ростокинцах, павших на войне и всем воинам Великой Отечественной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!